Анатолий Егорович 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 Приходили 10-12-летние ребятишки, они уже умели двигаться на лыжах, какие-то технические приемы исполняли правильно, а сейчас приходят, фактически они нулевые. Все лучше с нуля. Но сейчас, в связи с тем, что вновь начали сдавать нормы ГТО, а туда в зимнюю ГТО входит как раз наши лыжные гонки, и поэтому школы сейчас начали вновь проводить занятия по лыжным гонкам. Я думаю, что это положительно скажется и на занятии, на массовости и на мастерстве, естественно. Как часто сейчас приходят дети, приводят детей заниматься лыжами? И с какого возраста обычно это делается, можно делать? У нас, как правило, с 1 сентября идет набор. Мы как-то информируем, развешиваем всевозможные объявления в школах и прочее. Это первый кабынабор. И второй набор, когда выпадает снег, тут уже как-то самостоятельно начинают родители везти. Поначалу они многие, наверное, не думают, а как заниматься вроде снега. Фактически в год два раза у нас приток новичков. У нас, как вроде бы рекомендуют с 9-летним возрастом. Бывает и чуть младше. Сейчас вот у меня лично омолодился состав. Если ранее более такие взрослые были, в основном студенты, вот. А сейчас более школьники, такие младших возрастов. Связано с чем это? Что студенческий у нас спорт, он сейчас очень на низком уровне. Почему, не знаю. Но и в институтах как-то не стали особо обращать на спортсменов. И это, в общем-то, сказывается. Раньше у нас и в институте, в частности, даже в радиоуниверситете. Четыре года была физкультурная. Очень, да. Очень хорошие были спортсмены, мастера спорта оттуда выходили. Вот. Также были хорошие спортсмены в военных училищах. А сейчас вот просто не стало. Их не держат. Наверное, никаких поблажек в учебе не делают им. И поэтому ребята бросают. И грызут гранит науки. Да. Ранее, допустим, поступали в институт с районов. Вот. Они продолжали, приходили ко мне еще, как минимум, до окончания учебы занимались. Это вот тоже проблема, конечно. Надо как-то это вот решать. Наверное, даже на всероссийском уровне. Вроде бы как универсиада проводится. Но отношение, конечно, к студенческому спорту, по крайней мере, у нас в Рязани очень низкое. Ну, вот тем не менее, как бы лыжи – это сезонный вид спорта, да? То есть заниматься, наверное, тоже все-таки зимой приходится. Нет. Вот как летом, да? Мне всегда было интересно, как летом быть, что делать. Нет. У нас вот, кстати, вся тренировочная подготовка идет в летний период. Вот. Летний-осенний. А в зимний период – это фактически мы уже соревнуемся только. А как же летом вы готовите к достижению? Летом мы применяем очень много других средств. Во-первых, ходьба, бег, имитация, спортивры, лыжероллеры разных видов. И классические, и коньковые. Поэтому у нас основная работа – это вот как раз состоит летом. И в чем проблема-то? У нас сейчас не стало достаточно количества, допустим, спортивных лагерей. Вот раньше мы смогли по три месяца за лето проходить вот такую вот организованную подготовку. А сейчас в лучшем случае где-то один сбор какой-то небольшой пробьешься. Вот это тоже, конечно, уже шаг назад, можно сказать. Но тем не менее, например, техническая база стала более оснащенной, может быть. То есть много всяких тренажеров, опять же, да? Про техническую базу – это наша, по-моему, беда. Вот я в Рязань приехал в 65-м году. Я, в общем-то, коренной, не рязанец, а с Рязанской области Захаровского района, села Плохин. И фактически у нас ничего не изменилось. Вот как мы раздеваемся на соревнованиях под кустом, под деревом, так до сих пор и продолжается. То есть 21-й век никак не коснулось? Ничего нас не коснулось. Вот сколько я сам ходил, бился, так никто нам не построил. Много очень сменилось руководителей. Только, вот я всегда говорю, я пользуюсь на тренировках тем, что создал сам себе. Делаю трассы, делаю какие-то ребятам тренажеры. Так что мы очень сильно отстали от других регионов. Я знаю лыжный регион Коми, потом Уральский, вот эти вот Пермь. Но они значительно выше нас. У нас как-то этот вид не уживается. Хотя у нас в свое время были очень хорошие спортсмены. Вот начиная с далеких 60-х, у нас Усакова такая была, олимпийская чемпионка. Затем Аникин у нас, олимпийский чемпион, 56-го года был. Затем вот в 70-е я входил в состав сборной страны, участвовал на чемпионате мира. Чемпионом СССР был. Далее, после меня, наверное, через 10 лет появился такой Лазутин знаменитый. Он, наверное, пятикратный чемпион мира среди молодежи, среди юниоров был. Но ничего так вот, сколько мы выступали, ничего нам не улучшили. Не вытеряли техническую базу. Я и сам пострадал даже в том, что не было элементарных условий. Приезжаешь со сбора, вот где потренироваться. Едешь куда-то там, или в Солочи, или еще куда-то, не передеться. И потом преследовали болезни. И даже вот я выбыл из состава сборной страны, из-за того, что загреповал, потом гейморит, и все. А из-за того были бы получше условия. Я думаю, что можно бы и медаль даже на чемпионате мира завоевать. На чемпионате мира я завоевал шестое место. 50 километров. Ну что ж, давайте будем как-то позитивно настраиваться, наверное. Все-таки хотелось бы, чтобы действительно ситуация изменилась в лучшую сторону. И вот желаю вам, чтобы процветать в конце концов опять начало лыжный спорт и в нашем регионе в том числе. Спасибо вам огромное. Анатолий Егорыч, за интересные рассказы нашим телезрителям напомню. В гостях у меня был сегодня Анатолий Бирюков, старший тренер по лыжным гонкам из Дюшер Олимпийцы. Ну и, конечно же, зима еще не закончилась. Вставайте на лыжи!